Спонсор выпуска продавец света Вы увидите необычный репортаж практически с самого центра Москвы Мы находимся в ДК имени Плеханова И сегодня здесь проходит, как мне объяснили, довольно-таки частое событие, анимационный фестиваль И Чихару, и Кисида, он же Дима Сейчас нам ответят на пару моих вопросов Потому что я на самом деле немножко не в своей тарелке, не в своей атмосфере нахожусь Но вижу, что здесь очень много таких интересных молодых людей, короче говоря, очень много вообще людей И сейчас уже будет принцип самонаграждения, мы это тоже все увидим в сегодняшнем репортаже И буквально, ну сейчас вот пару вопросов я задам Кисиде Кисида, расскажи буквально там, что это такое вообще? Как часто это проводится? Для чего это проводится? Кто сюда приезжает вообще? Анимационные фестивали проводятся, ну сначала пошло из Японии, сейчас это проводится в России В России это проводится, если смотреть по всей России, то примерно три фестиваля в месяц Если смотреть в Москве, то практически точно будет один фестиваль в Москве Фестивали Чихару проходят, насколько я знаю, раз в год Это уже седьмой фестиваль, то есть 7 миллионов они существуют на рынке И скажем так, что, ну набрали свою аудиторию, то есть сейчас уже аудитория немного, ну как бы расходится люди Но в принципе, когда мы только сюда пришли, если вот он начинается в 10 часов, то тут была просто тьма народа И в принципе мне понравилось, мне понравились костюмы Естественно, смысл фестиваля в том, чтобы люди одевают, ну качественный косплей, тратят огромные деньги на это Я уже заметил, тут такие персонажи ходят Да, то есть это все довольно дорогостоящее, естественно, никакие эти костюмы, ну в основном не продаются Поэтому люди как бы показывают дефиле, караоке, поют И, соответственно, их награждают потом Награждение, как раз таки сейчас будет награждение За лучший костюм или за что вообще? За лучший костюм, за караоке, ну в основном это, конечно, дефиле То есть, так же люди собираются в кастбенда То есть, вот несколько персонажей, они собирают в группу и друг другу помогаешь, шьют деньгами и так далее И, естественно, получается у них какое-то более такое качественное дело Слушай, ну здорово, интересно вообще Давай пройдем, посмотрим, что тут есть еще Да, ну костюмов много, действительно, очень таких интересных, качественных, фактурных, я не знаю Но я думаю, что вот эта мадам займет какое-то место, нет? Вполне возможно Вполне возможно А кто в жюри? Скажи, пожалуйста А в жюри, как правило, это какие-то... Пройдем зал, посмотрим Да, бюро, то есть переводчики, ну перевод, жилы, аниме и так далее Ага Это какие-то интересные, вроде, по аниме, по обществе, по аниме-блогеры Ну тоже зовут, ну, джуры, но это, как правило, такой серьезный геморрой То есть, приходится сидеть, соблюдать, не вставая с места, никуда не уходя, только на перерывы Поэтому мы это не особо любим Слушай, ну по всей видимости, эта тема востребована вообще в России, да? Безумно стала востребована, уже есть миллионные паблики по увлечению аниме и так далее Вообще слушаю, здорово, да Ну ладно, все-таки дождемся, я думаю, награждение посмотрим, думаю, что это будет интересно Сейчас еще Ванамас с Вованом подъедет Думаю, будет двойне интересно Короче, я так понял, что награждают за самые такие эффектные костюмы Таким еще, как-то подарить подарок, да? Да Интересно Поздравляем вас Ура! И если вы пошли по смесу с сам Поздравляем Поздравляем, ребята Поздравляем Пожалуйста Первое место Продолжаем Леонид Зрит Я, кстати, сказал, что вот эта девушка, да? Займет первое место И я оказался прав Победа несомленно заслуженная О, так вот Восхитительно Браво Браво Круто Браво 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 Медаль Ну, в принципе Как-то слабовато, конечно, по сравнению с Игромиром Все это дело смотрится Ну, оно и понятно Вроде как Уже конец Пришел незаметно, да? Вот и награждение подходит к концу А вот его намаз приехал С лаваном Сейчас, короче говоря, попробуем еще отловить самих вот номинантов, да? Может быть, у них там пару, тройку спросить вопросиков, да? Именно по этому мероприятию Ну, посмотрим, короче говоря Вован, ну ты-то скажи хоть пару слов Что для тебя аниме? Это все Это все Это конец Для меня аниме это смысл жизни Понятно Без него я бы не смог Да? Да Я понимаю, что для Ванамаса эта тема новая Ну, да Ну, что скажешь, в принципе, так Симпатичная анимешница Есть, да? Ничего, ладно Симпатичная анимешница? Я думаю, это не аниме Это что-то другое Поздравляю вас Я думаю, кто получил первое место на вопрос Собъекты на вашей отношении Итак, это Козерва-болгогаенская Собъекты на Ванамасе Ну, собственно, вопрос-про Denzel Ну, собственно, вопрос-про-один-пового так сказать, бронируйте Большой смысл жизни Знаешь, да? А, да, 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 конечно, в общем, сейчас аниме, и, по-моему, делаю много людей. Ну, мы вообще анимешницы или просто Каспер? Вот есть Каспер, который много чего, да, против, а есть анимешники, которые эту экрану. Чудно-рпольскому приняли. Ну, на все темы, различные. Ага, ну, как бы вам вот эта русская тема нравится, как вообще? Почему вот вы решили пойти на это сегодня? Ну, что вы? Хорошо, я сейчас пройду, посмотрю, что вам делали. Они различные жаленые. А можно вопросам? Простите, что им возникать? Вот, и сам. Где я, Пустья? Где я, Пустья? Пошел! Ну, что вы? Мы просмотрим, они мои, что не уходили. А для вас это футбол вообще, да, или это футбол? Мы все сюда! Пусть сюда, ребята! На самом деле, это футбол, спасибо. Вот! И мы хотим поблагодарить среди, учащихся, молодцов, организаторов, мы хотим поблагодарить людей на свете, людей на свете, людей, которые... Мы хотим поблагодарить людей на свете. Мы хотим поблагодарить людей на свете, David, а Parton. can be the main let it go! Поехали. Да я не спрятался. Я обещал. Не понял. Ты уже с моего ракурса снимаешь? Через 5 секунд сразу снимите. Раз у вас ехать, потом снимите. А, ну давай. Все? Приедем к школе. Здравствуйте. У вас еще и медаль есть. Обалдеть. О, давайте с нами, давайте с нами. У меня можно есть вопрос небольшой? За какую номинацию вам вручили такую медаль? Вы выиграли первое место в нашей сцене за нашу сценку. А в этом вы приятели, если вы не поверите. Мы сами победили. Ну, вы знаете, когда вы вышли на сцену, я сразу сказал, что это где-то первое место. Да. Да, вообще. Вопрос такой, кому вы концуете? Ну, это был наше сценку. Я просто решила... Знаете, аниме Деварара? Я, конечно, не знаю. Главное в Украине, аниме. А, точно. Ничего себе, я просто обдумал, как бы. А вот у вас тут такая расстройка, похожая на Украину. Ну что, как будто? Майта, ну что-то? А, вообще нет, как в Украине никак не отлыстся. Очень хорошо, что они тут никак не отлыстся. Но вы их по-любому спровоцировали сейчас. Ну, это ничего я не спровоцировала. Понятно, а при чем тут немецкий флаг? Можно задать вопрос? Не растаманской шапкой. Да. Как это связано? Это не немецкий флаг. А какой? Зеленый, желто, красный. А вообще-то я очень много. А, подожди, а какой это флаг? Вы даже не знаете флаг какого государства вы носите? Это бельгий. Бельгий? Я знаю, да. Это бельгийский флаг. Бельгийский флаг у вас на шапке? Нет. Это не бельгийский флаг. Нет? Нет. Не вам. А покажи твои дань важны. Можно и медаль? Какого золота на вкус? Опа-наааа. Вот так вот. Круто. Но мы вас поздравляем. Спасибо большое. Все, дальше. Так, ребят, еще у нас один представительный. Кого нас таки трогают. Ну, берем. Соответственно, мы трогер там известный всем. Ха-ха-ха. Маншрут, да? Ха-ха-ха. Короче, мы всех спрашиваем, кто вообще кого производит. Какой-то королевы, я так смотрю. Блоснежка, из мурики. Блоснежка. Японская блоснежка? Да, японская блоснежка. Ага. Ну это как бы не чистая тему получается, да? Правильно? Блоснежка это плаflows. Чистая тему. Плацу. Ну у меня автологизма, поэтому тема уже японская. Ну у вас классно получился. Вы какое-то место заняли? Нет. Нет? Ну оно первое место. Спасибо! Не, ну, так, вы сколько лет занимаетесь? Сколько лет и сколько вам лет? Я сейчас стараюсь занимать. Ну, отлично, прощай. Хорошо. А вы девушка, какого? Сестивальник. Парня, он не поймал. Парня, припевал. Сестивальник. Какого конца? Старфальд. Знаешь такого? Как? Старфальд. Нет, к сожалению, я знаю все, но Старфальд. То есть парень, да? Колония 0,5? Почему не пришлось? Да, да, да. Такая отличность, да? И у вас как? Костюмы вы сами делаете? Да, у меня два варианта костюмы с собой. Это, ну, они еще полностью считают андроу. Делаю, в основном, еще и сам. Это вообще простой, без парисов, без парисов, без парисов. А вы как бы в повседневной жизни тоже, как пример, находите? Никакой больше? Нет, вообще не правда. Не полетит, да? Да. Ну, вы тоже там за третий метр что-то? Нет, я вообще не чувствую. Ну, вариант. Нормально. Пойдем. Так, ну и девушка, наверное, с мертвы всегда. Нет. Я сейчас приюду, я даю. Как же, как же, как же. Это левая? Моя левая щитка? Да. Да. Голдбан. Что так? Железный. Железный? Можно взять? Дай, дай, дай мне сюда. Я бачка номер два оказывается. А-а-а-а. Знаешь, грубо такое имя? Да, согласитесь. О, очень-то похожее на чувака. Значит, кого мы? Сам. Ребят! Ребят! Железный. Спасибо. Ребят! 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 Та же они же на строение чудес. Спасибо, девчонки. Вы это видео можете увидеть в этом видео. Сотни тысячи просмотров. Удачи вам! Положайте все ништяки. В России смотрите. А фотки еще можно сделать с вами? Ну что, дорогие друзья, вот хочу как бы представить вам Кирилла. У него тоже канал на Ютубе, соответственно, занимается только аниме. Был на этом фестивале. Как тебе вообще? Мне очень понравилось. В пути Касперов, няшности, добра и позитива. По-любому. Прям для моего ты снимался весь день. Буквально вот такой вопрос у тебя, такой сходный, да? В принципе, для тебя что это вообще? Это для тебя образ жизни или твой стиль? Это твое какое-то внутреннее состояние? Что это? Просто увлечение, как одно из многих. Интересно это довольно-таки. Ну, в принципе, эта тема, она, так я смотрю, набирает. Ну да, я не могу сказать, что это стиль жизни, который просто ради этого. Это просто увлечение. А что нравится вам? Вот именно? Краски, что нравится? Очень много анимешных картин. Мало кто об этом знает. Очень много со смыслом, во-первых. То есть там глубокий смысл. Есть вообще сфороносные картины того же Хаяо Мяадаки, которого Оскар до этого получал. Некоторые картины просто настолько красивые, такие красивые картины, просто смотришь и думаешь, что смотришь аниме, а думаешь, что смотришь фильм. Так что это очень многогранное такое искусство. Ну, у тебя вообще японская тема как бы в душе, да? То есть она тебе нравится? Вообще, да. Япония довольно интересная страна. А сам бывал в Японии? Нет, в Японии к соревнованиям пока еще нет. Планируешь поехать? Ну, вообще когда-нибудь хотелось, когда-нибудь в будущем. Будет такая возможность. У меня с удовольствием. Понятно. А как ты относишься, к примеру, вообще к философии японской? Типа Сумуаях, старое кино и все остальное? Ну, я к этому хорошо отношусь. Не так, конечно, близко как бы, но вот, особенно самурайские фильмы, они довольно интересные. Вот. Есть вот примеры, вот сейчас последний саксин роли. Да. Последний самурай, который я почему-то долго не смотрел, а недавно смотрел. Шикарный фильм оказался. Ну, то есть последний тебе вот какой самый такой вопрос? Японский. Японский? Японский это вот... Ну, я думаю, наверное, последний самурай, и... В общем, это не совсем японский. Там вроде как американская студия. Ну, да, да. Там все-таки голливудский фильм. Вот. Да, по-моему, Голливуд. Но там большинство актеров из Японии именно таких. А кто-нибудь есть, например, из японских актеров, кто вот сейчас там реально в тупе такой, ну, типа там, я не знаю, как супер-голливудская звезда? Я, к сожалению... Не служишь за этим, да? Да. Вот если ты спросишь меня про какого-нибудь гимнанского режиссера, который... Ну, продюсер, режиссер, историст, который снимает полуметражные фильмы, ну, очень такие известные. Вот я могу сказать пару раз. Ну и кто, например? Ну, самое известное, это Хаял Миядзайки и Макото Синкай. Вот. Ясно. И еще последний вопрос, в принципе, вот я так понимаю, что вот эти фестивали, они вообще носят такой уже практически регулярный характер. То есть они, как я понял, там раз в месяц, с раз в два месяца проходят там в Москве, там, соответственно, в других городах, да, России? Да, в среднем, да. И как человек, который занимается, соответственно, ютуберской деятельностью, да, то есть, соответственно, у тебя большая аудитория, которая это поддержит, которая это нравится. Как ты видишь в этом, например, перспективное развитие дальше? Либо это какое-то временное увлечение, как все в свое время, помню, раньше говорили, японская еда быстро отойдет, наестся народ и все это пропадет. Как ты считаешь, например, вот эта тема, она имеет право на жизнь? Я считаю, очень даже имеет. У нас, конечно, Россия, это еще пока не так распространено, как в Японии и даже в Европе, но все равно это у нас очень сильно с каждым годом все больше и больше распространяется. Например, пять лет назад фестивалей было намного меньше, они были не такие раскрученные, не такие масштабные, меньше народу о них ходило. Вот. Сейчас их больше, и они как бы уже набрались опыта. Вот, например, сегодняшний, он уже седьмой год идет. Ну, понял, да? Пять лет назад они только второй раз, но их опыта мало сейчас уже. Ну что, в принципе, вот такой вот, небольшой такой вот экскурс, да? Такой вот, знаешь, мир японского аниме сегодня. Попытались для вас показать, рассказать. Не судите строго, для меня эта тема вообще новая. Я первый раз вот в таких фестивалях соблюсь. Что мне, в принципе, понравилось, что действительно здесь игра красок, много молодежи, все красиво одеты, очень стильно все это красиво, не знаю, выглядит что ли, да? То есть это что-то необычное. Для того, чтобы это понять, я вам рекомендую хотя бы один раз в своей жизни прийти на этот фестиваль и все это дело увидеть своими глазами. Что и подтвердит Ванамас и Володя Боджапан. Ин Джапан. Да. Всем добра и позитива. Кирилл, спасибо огромное. Да, спасибо. Было приятно пообщаться. Все, до новых встреч, чао, пока.